Всем привет! На связи Димон и Пумба. И сегодня в видео у нас переселение моих красноголовых гигантов Компонотус Сингулярис в новый гипсовый формикарий от интернет-магазина Фуанс. Достаточно долго колония жила у меня в обычном контейнере, но пришло время переселить ее в нормальную муравьиную ферму с гнездом из гипса, которая и положена этому виду тропических муравьев из Юго-Восточной Азии. Смотрите ролик до конца, ибо там мы разыграем офигенную новую модель из линейки Фуанс с полным комплектом принадлежностей для ваших маленьких питомцев. С вами Димон и Пумба, и это выпуск про большое переселение. Поехали! Итак, пару дней назад на моем влоговом канале мы распаковали и сделали первый обзор на две новые модели муравьиных ферм, которые нам заслал интернет-магазин муравьев и формикариев Фуанс. Стоп, вы что, не подписаны на мой второй канал? Не понял сейчас, если честно. А там, между прочим, выходит куча интересных видео и влогов о жизни моих муравьев, распаковке посылок и много чего еще, так что советую подписаться, ссылочка будет в описании. Но вернемся к фермам. Фуанс предложили мне взять какую-либо ферму на обзор, и я без раздумий выбрал Белый дом. Но только версию XL, с большей ареной. Как помните, у меня уже есть один формик этой фирмы, в нем сейчас живут мои Фидоли Нода, семиматочная империя маленьких воинов. Это обычный Белый дом. К слову, за три месяца никаких значительных минусов я в нем так и не нашел. Ферма показала себя отлично. Но недавно я таки решил переселить моих Сингулярисов. Они давно уже живут у меня в пластиковых контейнерах, и пора бы им уже переехать в нормальное жилье. Итак, под программу реновации попали именно они. И потому я выбрал Кристалл XL. Муравьиная ферма, как по мне, очень даже неплохая, особенно за такую цену и качество изготовления. Ссылка на нее будет в описании. Если кто искал именно гипсовый формик, на сайте Фуанс есть различные его вариации, думаю, каждый подберет себе ферму по вкусу и кошельку. Если хотите посмотреть подробное видео по распаковке и сборке, как я и сказал, оно ждет вас на втором канале. Там я озвучивал всякую техническую информацию и показывал процесс сборки. В этом же видео будут только последние штрихи об устройстве нового дома мурашек. Кстати, я тут еще одну ферму выпросил у Фуанс, специально для конкурса, но об этом в конце видео. Приступим к финальным штрихам. Конечно, я не мог не задекорировать арену, а потому давайте этим и займемся. Сегодня я буду использовать кокосовый субстрат и тот самый волшебный пакетик, который уже появлялся в видео создания формикария для колонии Компонотус Макулатус Полидус. В нем есть много чего интересного. Ну да приступим. Для начала посыпаем слой кокосового субстрата и хлопьев. Это позволит удержать на арене достаточную влажность, а также там смогут поселиться маленькие помощники. Ногохвостки и хищные клещи, которые будут доедать за муравьями остатки пищи и другой мусор. Ну а поверх субстрата уже может разгуляться фантазия. Я решил изобразить покров тропического леса, а в нем всегда много опавших листьев и древесины, и потому я начинаю измельчать кору эвкалипта и различные листья и посыпать это дело поверх субстрата. Кора также помогает удерживать в нем влагу, что нам также нужно. Финальными штрихами будут небольшие веточки, которые мы положим поверх всего. Арена готова. Помимо ее декорирования, я также решил сделать импровизированный задний фон из все тех же листьев Монголии. Тьфу ты, Магнолии, конечно. Казалось бы, при чем здесь Монголы? Собираем несколько листьев в небольшую композицию и закрепляем между собой с помощью термоклея. Готово. Теперь мы полностью погрузились в атмосферу тропического леса. Можно заселять жильцов. Синги живут у меня в небольшом икеевском контейнере в двух больших пробирках. Аккуратно перекладываем их на арену муравьиной фермы, благо размеры арены позволяют это сделать. После отлавливаем отдельных рабочих на арене. Некоторые прячутся в листьях, так что все тщательно проверяем. Используем кисточку. Когда тыкаешь ей в муравья, он сразу в нее вцепляется, и когда переселенец уже над ареной, аккуратным постукиванием сбиваем его с ворсы. Вуаля, мурах в новом доме. Проделываем эту операцию до тех пор, пока все муравьи не окажутся в новом фармикарии. Продолжение следует... Разведчики с интересом изучают новую территорию. Чтобы подогреть среди них ажиотаж, дадим им немного сиропа. Ах да, совсем забыл сказать. Этот пенек-кормушку я также поставил на арену. Он отлично вписывается в общую стилистику и помогает муравьям не растаскивать сироп по коре, где он потом будет застывать, в виде таких вот сахаристых образований. Нам это не нужно. Муравьи с ажартом набрасываются на сироп. Сингулярисы-водохлебы. Они напиваются сладкой водой, пока брюшки их не начинают просто распирать от этого сиропа. Думаю, связано это с тем, что в природе они не так уж и часто находят источники пищи, а когда находят, стараются максимум унести с собой. Пока разведчики изучали местность, наступил вечер. А потому мы оставим на ночь наших переселенцев и посмотрим, что будет на утро. Прекрасный сентябрьский пасмурный день. Начался отлично. К моему удивлению, муравьи всего за ночь полностью перебрались в новое гнездо и отлично там устроились. Видно, в пробирках им было некомфортно. Расплода у них немного, всего пара личинок и пакеты яиц. Но, думаю, теперь дело наладится. Гипс для них идеальные условия, в которых они себя прекрасно чувствуют. Ну и пора переместить ферму на ее законное место на нашем стеллаже. Займут они его рядом с фармикарием Фейдоль. В конце концов, эти фармики очень сильно на друг друга похожи и будут как отдельная композиция на самой верхней полке стеллажа. Сейчас в колонии около 20-30 работяг. Это неплохо для сингулярисов, потому как их семьи довольно немногочисленны и развиваются небыстро. Но, надеюсь, у нашей колонии все будет хорошо. Также, надеюсь, что вам, как и мне, будет интересно наблюдать за развитием колонии. Для нее у нас только все начинается. Ну а сейчас самый приятный для вас момент. Обещанный конкурс на фармикаре Директ 2.0 от Фуанс. Разыгрываем мы большущий комплект. Это и 4 сменные накладки для кастомизации дизайна вашего фармикария, и специальный совочек для уборки, и кормушки с паилками, выполненные на 3D принтере, и полный комплект для удобного заселения, пробирки, дополнительные трубки переселения и много что другое. Полный обзор на эту фирму можете посмотреть на канале Муравьиной Хитрости. Ссылочку оставлю в описании. Она получилась действительно очень крутая. Думаю, за такой приз стоит побороться. Ну и к условиям конкурса. Конечно, надо быть подписанным на наш канал, поставить этому видео лайк и написать комментарий. Ну и подписаться на нашу группу ВК и группу ВКонтакте Форанс. Там, кстати, бонус-коды можно найти на скидку, но самый сочный, конечно же, мой. Он ждет вас в описании видео и дает целых 15% скидки на любую покупку в их магазине. Обязательно им воспользуйтесь. Ну и самое главное условие – репостнуть запись в нашей группе себе на страничку и ждать окончания конкурса. Итоги подведем 1 ноября и бесплатно отправим приз победителю в любую точку России. Думаю, поучаствовать стоит каждому, ведь выполнение всех условий займет не больше 5 минут. Ну а на сегодня у меня все. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого ролика, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео. К сожалению, YouTube это делает не всегда. И, конечно, ставьте пальцы вверх, чтобы помочь продвигать наши видео. До самых скорых встреч! С вами, как всегда, был Димон и Пумба, Фармикарий от Фуанс и Колония Компонотус Сингулярис. Да пребудет с вами Матка и всем пока! Фармикарий от Фуанс Фармикарий от Фуанс Фармикарий от Фуанс Фармикарий от Фуанс Фармикарий от Фуанс